Приветствую вас, как это часто бывает, вы ведете речь не совсем о том, что происходит, то есть вы говорите, что четыре года назад начали худеть, вот, но не говорите, почему начали худеть, то есть у вас вот эта вот мысль похудеть, она откуда появилась? Ну, наверное, наверное, откуда-то она появилась, эта мысль, у вас, вот, и, соответственно, именно с этого и нужно начинать, на самом деле, в первую очередь. По какой причине вы вообще решили худеть? Для чего вы решили худеть? Вы перестали нравиться себе, вы испытывали какие-то, значит, сложности, вот, ну, с собой испытывали сложности в общении, восприятия себя, у вас какие-то проблемы были. Короче, нужно вот именно с этим разбираться, потому что очень похоже на то, что худеть вы начали только лишь по той простой причине, что, ну, не принимали себя, не принимали себя такой, какая вы есть. Если вы не принимали себя такой, какая вы есть, то у этого, безусловно, есть свои причины. То есть есть некоторые причины, по которым вы не принимаете, не принимали себя, вот. И также есть причины, по которым вы злоупотребляете, вот, собственно, едой, да, то есть есть причины, по которым вы переедаете. И поскольку подобное поведение, переедание, значит, является реальным поведением, да, то есть, ну, через рот, то можно говорить о том, что вам не хватает любви. Вот. То есть по ряду причин вам не хватает именно любви. То есть вас недолюбили. Из-за этого у вас, собственно, и возникает такая ситуация, что едой вы пытаетесь обрести гармонию в себе. Вот. Ибо как таковой физической зависимости от еды быть, конечно, не может. Но то, что вас недолюбили, либо вложили в вас определенную программу, что вы, ну, никому не нужны, да, что вы не ценны, что вы не важны и так далее. Это вполне может быть. Вот. И, соответственно, соответственно, именно проработка вот этих моментов, связанных с тем, как вы воспринимает себя и является тем необходимым направлением для вас, которое и можно и нужно использовать для того, чтобы вам выйти из этой ситуации. Проанализируйте, как вы себя оцениваете. Проанализируйте, как вы себя рассматриваете. Вот. И, соответственно, если, если, там найдутся изъяны, что с этими изъянами нужно бороться уже. Вот. Вот, собственно, то, что вам можно ответить на ваш вопрос. Если вы действительно хотите разобраться со своей проблемой, то в первую очередь обратитесь к психотерапевту, к врачу, для того, чтобы он помог вам на уровне, ну, на медицинском уровне выйти из этого состояния. Вот. Ну, можно и к терапевту обычному, в принципе, обратиться там еще дальше, вас направят куда нужно. Вот. А дальше на психологическую консультацию за психологической помощью по данным вопросам. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Консультироваться можете и дистанционно, например, вот через наш ресурс. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Пожалуйста, помните, что для того, чтобы ситуация разрешилась, вам самой нужно этого хотеть и самой что-то делать. Вот.